Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. О том, как должен помочь опыт по интеграции людей с инвалидностью в полноценную жизнь российского общества, говорим с министром социальной защиты населения Верой Николаевной Глонтии. Программа «Доступная среда» принята в 2012 году. Реально практические мероприятия начались с января 2013 года. В разработке и реализации мероприятий предусмотренных программой «Доступная среда» участвовали четыре органы исполнительной власти – здравоохранение, социальная защита населения, образование и физкультура и спорт. Уже в 2014 году принимают активное участие в реализации мероприятий предусмотренных программ уже с 2014 до 2020 года, и сроки изменились ее. Это семь органов исполнительной власти. К тем четырем у нас добавилось и Министерство культуры, добавилась информация и связь, и добавился транспорт. Например, запланировано 20 остановочных остановок сделать и тротуаров к ним, соответственно, понимаете? Если в 2013 году была обеспечена доступность 52 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, то, безусловно, эти мероприятия останутся и в плане мероприятий на 2014 год, чтобы общество другими глазами повернулось на проблемы людей с инвалидностью и так далее. Но инвалидов-то я не думаю, что раньше было меньше, правильно? Можно ли сказать, что каким-то образом Олимпиада повлияла на то, что вот сейчас мы так активно занялись? Все-таки паралимпийский спорт очень популярный сейчас, я бы сказала. Вы знаете, безусловно, любое мероприятие положительно влияет на точку зрения, на активность общества к этим, на вообще взгляд на проблему, существующую, не существующую, вообще на инвалидов, на их жизнь с другой стороны. А уж такие вот крупные мероприятия, как паралимпийские игры, это, безусловно, только стимулирует, подталкивает. И как-то вот, мне кажется, хоть они у нас и предстоят, эти паралимпийские игры, да, но мы уже сейчас с Олимпийскими играми в Сочи понимаем, что мировоззрение всего общества меняется только в лучшую сторону. Одно то, что люди, имеющие ограничения, да, в передвижении, в силе здоровья, добиваются результатов регионального уровня, да, даже начинают заниматься спортом, и мы все для этого делаем, да, ну, пока в силу выделенных финансовых возможностей, да, передвижения инвалидов до объектов, да, там, где они занимаются, это уже маленький подвиг для этого человечка. Потому что вот те силы духа, которые, да, они преодолевают для того, чтобы добиваться результатов, очень многое значит. А если уж человек дошел до Олимпиады, ну, это вообще вершина. Вот для меня это какая-то загадка. Я просто преклоняюсь перед такими людьми, и очень мне хочется, чтобы именно паралимпиада послужила еще большим и активным толчком для реализации всех намеченных и нами мероприятий в этой программе «Доступная среда» вплоть до 2020 года. Потому что положением Конвенции ООН о правах инвалидов предусмотрено, чтобы к 2020 году у нас была практически 100%, не практически, а 100% доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры. То есть вот мы в этом году в рамках своих мероприятий и полномочий как министерства провели некий мониторинг вместе с главами муниципальных образований и общественными организациями региона и выявили больше трех тысяч вообще объектов социальной инфраструктуры. Вот в этом году очень активно будет проведена работа по паспортизации приоритетных объектов. Пока вот совместная наша работа выявила на 2014 год чуть больше 160 таких приоритетных объектов, которые мы должны будем, а, паспортизировать, а, б, не менее чем на 40% обеспечить ее доступность. Это вот то, о чем вы сказали выше, в плане образования, предоставления услуг. Это школы, какие-то аптеки, больницы, а что еще, например, что-то другое? Вы знаете, это и светофоры, да, это и объекты органов муниципальной и региональной власти, да, то есть вот помимо больниц, аптек, школ, то, чтобы это и детские сады. Чтобы добраться туда надо выйти из подъезда. Это транспорт, да, конечно, в ближайшей перспективе, безусловно, это и доступность, так сказать, жилых фондов, но это несколько все-таки то еще далекое до 2020 года наше будущее, к чему мы, безусловно, должны, обязаны и будем стремиться. А вот сейчас для ребят-колясочников, для взрослых людей, которые вот в замкнутом своем вот этом пространстве живут, в скорлупе однокомнатных квартир, там буквально не выходят во двор, сейчас для них есть что-то такое, где они могут не то что реализовать себя, а хотя бы пообщаться с кем-то, ну, побыть вот здесь, в обществе, со всеми? Могут, безусловно, но, понятно, мы с вами понимаем, что не без помощи волонтеров, наших помощников, у нас есть такая форма, как социальное такси, когда инвалиды, но не так у нас это развито, мы только набираем обороты, и, наверное, к сожалению, наших граждан приходится за два-три дня минимум звонить в наш комплексный центр и заказывать это такси, потому как есть спрос. То есть они уже сейчас, имея ограничения в передвижениях, могут добраться до тех объектов, которые им жизненно необходимы. Вот все то, что мы перечислили сверху, выше. Конечно же, мы и другие органы исполнительной власти проводим разные социально-культурные мероприятия для того, чтобы, опять же, люди могли между собой общаться, да, чтобы существовал диалог. Сейчас, слава богу, есть интернет, где они между собой, найдя общие интересы, продолжают это общение. То есть мы эти мероприятия организовываем, мы организовываем и продумываем все, начиная с вот именно их выхода из дома, с доставки этих людей туда, с самого мероприятия, которое мы организовываем. Да, и в этом социализации. И здесь, во всяком случае, наш социальный блок очень сплочен в реализации поставленных перед нами губернатором задачи, нами, те, которые мы себе приоритеты нарисовали. Все эти органы, которые имеют и причастны к этому отношению, очень активны и откликаются, и поэтому очень хотелось бы еще призвать простых граждан, жителей нашего региона, быть несколько мягче к этой категории граждан, не переживать за них, понимаете, не жалеть, самое главное, жалость им не нужна, а соучаствовать, я уже не один раз об этом говорю, но это именно так. Кстати, если финансово, все-таки вопрос актуальный, как бы мы от него не пытались уйти, сейчас они имеют право на какие-то льготы, в том числе, чтобы получить инвалидное кресло, нужное по размеру костыли, что-то еще? Безусловно, вы знаете, я об этом могу говорить очень много и очень долго, и, конечно же, государством предусмотрен ряд мер соцподдержки, от пенсии размера до выплат, мер соцподдержки, связанных с ЖКУ и так далее, и там подобное, до технических средств реабилитации. Значит, предусмотрены федеральными средствами, технические средства реабилитации, рекомендованные индивидуально каждому инвалиду в индивидуальных программах реабилитации, и мы, как орган исполнительной власти, который наделен этими федеральными полномочиями, организовываем процесс закупки, приобретения и доставки этих технических средств реабилитации до инвалида. Но обратиться они сами должны, или вы все-таки отслеживаете, сколько их, какое количество? Граждане обращаются к нам, получив вот эту индивидуальную программу реабилитации, где прописаны конкретно те технические средства и те услуги, то есть не только технические средства, а есть же еще и услуги социально-средовые, бытовые, социально-педагогические и так далее, которые орган исполнительной власти обязан предоставить инвалиду. Что касается технических средств реабилитации, то в 2013 году 284 миллиона рублей было потрачено на приобретение более 300 видов, видов только технических средств реабилитации, это вот то, о чем вы говорите, и коляски, и костыли. Соответственно, они все индивидуальные, под каждый и вес, и рост, и размер более чем 26 тысячам инвалидов. В регионе предусмотрены в этом плане дополнительные мероприятия и средства на приобретение технических средств реабилитации для адаптации и реабилитации инвалидов. Это несколько разные понятия, и мы реализуем это через наш пункт проката, который пока функционирует только в Министерстве соцзащиты на Ленинского комсомола 7, но в ближайшее время, в этом году, открывается еще один пункт проката, который, опять же, благодаря программе «Доступная среда» позволил приобрести 165 этих технических средств реабилитации, которые будут предоставлены в пользование нашим гражданам в новом пункте, во втором пункте проката, который будет открываться и работать уже на Грибоедово 8 в нашем центре реабилитации инвалидов. Мы будем надеяться, что кто-то нас услышал, и, может быть, кому-то действительно информация очень будет полезна. Остается ждать, как изменения грядущие скажутся на всем, что происходит вокруг. Это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире.